Приветствую! Сегодня в выпуске обзор исследований, основная цель которого заключалась в детальном изучении генетической структуры населения во время перехода от неолита к бронзовому веку в юго-западной части Центральной Европы. При этом особое внимание уделялось срокам прибытия и процессу смешения с популяциями степи, а также социальной и демографической структуре населения до и после появления степного генетического компонента. Предыдущие генетические исследования показали, что жители Центральной Европы времён неолита представляют собой смесь западных охотников и собирателей с нов прибывшими людьми, чьё происхождение связано с ранними земледельцами западной Анатолии. При этом генетический вклад анатолийских земледельцев преобладал. Однако к концу неолита незадолго до перехода к бронзовому веку было зафиксировано прибытие нового компонента предков, который генетически был наиболее тесно связан с популяциями из причерноморско-каспийской степи, а именно с представителями древней ямной культурно-исторической общности. И хотя появление этого нового уже третьего по счёту значительного компонента родословной было засвидетельствовано во многих регионах Европы, точные сроки прибытия его носителей довольно размыты. В археологическом отношении неолит на территории современной Швейцарии характеризуется преобладанием озёрных и болотных поселений с огранической консервацией, а также внутренних альпийских участков долины Роны и высокогорных перевалов. Помимо останков поселений были найдены каменные могилы типа Шамбланды и несколько мегалитических захоронений дольменного типа конца неолита, таких как погребения Абербипа, Сьона, Эша и других. Каменные могилы типа Шамбланды представляют собой четыре вертикальные плиты длиной около метра с пятой плитой, служившей крышкой. Захороненные лежали на левом боку, подтянув ноги груди и головой на восток. Богатые археологические находки в Швейцарии делают этот регион актуальным для изучения истории населения Центральной Европы. Это связано с довольно хорошо сохранившимися поселениями водно-болотных угодий, где деревянные изделия предоставили одну из наиболее хорошо датированных дендрохронологических записей в предоисторической Европе. Находки культуры шнуровой керамики происходят исключительно из поселений на берегах больших предальпийских озер. Их особенно много в окрестностях Сюрихского озера на востоке и в районе трех озер на западе Швейцарии. Примечательно, что на востоке новый стиль керамики был быстро принят или навязан, в то время как в 150 км западнее этот процесс длился несколько столетий. Но несмотря на то, что на берегах озер и болот существует множество памятников эпохи неолита и ранней бронзы, захоронения, непосредственно связанные с ними, отсутствуют. И хотя захоронения по типу шамбланды использовались в регионе с пятого тысячелетия до нашей эры, после 3800 года до нашей эры они не встречаются, что совпадает по времени с ростом поселений по берегам озер. Но к раннему бронзовому веку захоронения возобновляются во внутренних альпийских регионах, включая долину Роны, Тумское озеро и предгорье Альп. Проще говоря, в период, когда встречается много погребений, нет поселений. И наоборот, во времена большого количества поселений, соответствующие им захоронения, отсутствуют. До нового исследования из районов современной Швейцарии были опубликованы данные только по четырем древним геномам – охотника и собирателя азильской культуры из пещеры Лебешон возрастом 13 770 – 13 560 лет и трех человек, связанных с феноменом колоколовидных кубков из дольменного погребения Петишасер в Сьоне. В новой работе исследователи добавили данные 76 человек, относящихся к периоду неолита и ранней бронзы Швейцарии, а также 16 человек из Южной Германии и четырех из провинции Эльзас современной Франции. В работе исследователи объединили новые генетические данные из 13 участков с ранее опубликованными данными 399 человек того же периода Центральной и Западной Европы, а также с представителями неолита Анатолий и скотоводами степи, обозначенных как ямная Самары. Результаты. Генетический сдвиг при переходе к Бронзовому веку. Авторы исследования выделяют два отдельных кластера населения, разделенных во времени, которые были подтверждены анализом. В первый кластер вошли люди, датируемые 4770 – 2500 годами до н.э. А во второй – 2900 – 1750 годами до н.э. с небольшим перекрытием. Самые древние представители выборки из коммуны Нидеритбай-Интерлакен в Швейцарии, или Энгольсайм во Франции, продемонстрировали близость к ранним анатолийским земледельцам. А менее древние люди из мегалитических захоронений в Убербипе и Эше отклонены в сторону западных охотников-собирателей и близки к современным сардинцам, а также к представителям раннего и среднего неолита Пиренейского полуострова и Центральной Германии, района Средняя Эль-Базаале, что указывает на увеличение примесей с людьми, у которых была более высокая доля родословной охотников-собирателей во времена Среднего Неолита. Представители второго кластера, в отличие от более древних, уже смещены в сторону людей, генетически связанных с ямной культурой, аналогично другим европейским группам моложе 2700 года до н.э. При этом более древние представители кластера ближе к поздненеолитическим группам скотоводов из степи, чем менее древние, что указывает на сокращение потока миграций и своеобразный откат в сторону генетического состава более древнего первого кластера, что, вероятно, связано с разбавлением степного компонента благодаря смешению с людьми, у которых этот компонент либо отсутствовал, либо его было значительно меньше. А все представители финального неолита и раннего бронзового века попадают в диапазон генетической изменчивости современных европейцев. Но ни один из проанализированных древних жителей генетически не пересекается с современными швейцарцами, предполагая дополнительные изменения в генофонде после среднего бронзового века. Проанализированные люди на графике анализа главных компонент расположились между западными охотниками-собирателями, анатолийскими земледельцами и скотоводами при Черноморско-Каспийской степи, а в период финального неолита заметен значительный сдвиг в сторону образцов из степи. При этом представители культуры шнуровой керамики попадают между этими популяциями. В целом образцы из исследования могут быть смоделированы как трехсторонняя смесь западных охотников и собирателей, анатолийских земледельцев и степных скотоводов. На трехсторонней модели видно, что более древние представители раннего и среднего неолита представляют собой смесь анатолийских земледельцев и западных охотников-собирателей, в то время как люди, моложе примерно 2700 года до нашей эры, демонстрируют значительный вклад предков, генетически связанных с представителями ямной культуры. Однако, величина этого вклада регионально варьируется и снижается со временем. Сначала наблюдается увеличение компонента, связанного со скотоводами степи, от 0 до 60%, а потом уменьшение до 25-35% в течение последующей тысячи лет. Попарные генетические различия между всеми проанализированными людьми свидетельствуют о значительном увеличении генетического разнообразия после появления компонента, связанного с ямной культурой в Центральной Европе. Разнообразие также подкрепляется наличием среди проанализированных людей четырех женщин без какой-либо степной примеси, почти через тысячу лет после ее появления в регионе. Как минимум, их родители тоже не имели степной примеси. При этом, сравнительный анализ аутосом X-хромосом подтверждает предыдущие выводы о том, что генетический компонент, связанный с ямной культурой, был привнесен в регион преимущественно мужчинами, о чем свидетельствуют и данные однополых маркеров, показывая замену гаплогрупп Y-хромосомы с G2A и I2A на R1B. Более полные наименования показаны на графике. Но не стоит забывать и о том, что преимущественно мужское распространение актуально только в первом поколении. Ведь женщины, рожденные от смешанных браков, также распространяли степную родословную, а иногда и на большие расстояния. Кстати, это хороший пример для демонстрации ошибок многих зрителей, так сказать, любителей однополых маркеров в виде гаплогрупп Y-хромосомы. Обратите внимание, что при смене гаплогрупп, по всему геному вклад мигрантов составляет всего около 50%, и продолжает снижаться со временем. Проще говоря, популяция, которая внесла этот вклад, буквально растворяется. Но гаплогруппы-то остались, и многие люди воспринимают их как клеймо для популяций, а не маркеры, помогающие проследить маршруты миграций. А также не стоит забывать и о том, что генетический состав, ассоциированный с представителями ямной культуры Самары, можно также смоделировать как смесь между восточными и кавказскими охотниками-собирателями с незначительным вкладом анатолийских земледельцев и западных охотников-собирателей. Но и это не всё. Процесс миграции занимал не одно столетие, а люди проходили через заселённые территории, при этом не всегда мирно. По ходу менялись целые поколения, а мигранты вступали в контакт с местными жителями. К примеру, новые генетические данные по представителям трипольской культуры из Молдовы показали, что степной компонент появился там ещё в середине 4-го тысячелетия до н.э., то есть примерно за 800 лет до появления на территории современной Швейцарии. Здесь не лишним будет напомнить и об обратной миграции людей с уже смешанной степной и неолитической европейской родословной на восток и дальше на юг. Сроки и продолжительность смешения со степными популяциями Анализ людей с существенной долей степной примеси из финального неолита и раннего бронзового века показал, что эта примесь произошла от 3 до 60 поколений назад, и этот процесс длился несколько сотен лет, а не как единый импульс. Аналогичный анализ древних популяций финального неолита Швейцарии, представителей культуры колоколовидных кубков и шнуровой керамики из Германии, а также людей из Великобритании и Пиренейского полуострова показал схожий диапазон дат появления степного компонента с 3000 по 2500 год до н.э. Но, к сожалению, определить, где происходили первые встречи степных популяций с представителями европейского неолита трудно. Родственные отношения до и после генетических изменений Реконструкция родословных, охватывающих три поколения для обер-бипа, эша и зенгена, продемонстрировала, что только четыре женщины были похоронены вместе с одним из сыновей или родителем. В отличие от 21 мужчины, похороненных вместе с их отцами, братьями или сыновьями. А это указывает на то, что они, как правило, оставались там, где родились, тогда как женщины были более мобильны. Эта закономерность наблюдается как до, так и после появления родословной, связанной со степными скотоводами Ямной, и указывает на патрилокальный характер обществ в эпоху позднего неолита исследуемого региона, что согласуется также и с предыдущими результатами. Сравнение древних популяций с современными жителями Швейцарии Сравнение трех лингвистических групп Швейцарии – германоязычной, франкоязычной и италоязычной – с древними представителями региона из исследования показало, что прямой преемственности между древними и современными жителями Швейцарии нет. Наименьшую генетическую близость к популяциям финального неолита и раннего бронзового века продемонстрировала италоязычная группа. Франкоязычная же группа была чуть ближе к более древним представителям из выборки, а германоязычная – к более молодым. Фенотипические признаки Производные аллели SLC24A5, связанные со светлой кожей, обнаружены у всех людей из этого исследования, а их частота имела тенденцию к увеличению. А частота аллелей HERC2, связанных со светлым цветом глаз, наоборот, снижается к финальному неолиту. Также мутация, связанная с толерантностью к лактозе в зрелом возрасте LCTRS4988235, которая в настоящее время часто встречается у европейцев, в образцах среднего и позднего неолита отсутствует. Однако, эта мутация обнаружена у одного представителя финального неолита Шпрайтенбаха, который датирован 2105-2036 годом до н.э., что делает его самым ранним из найденных на сегодняшний день европейцам с такой мутацией, частота которой возрастает после начала бронзового века. Но подведем итоги. Благодаря исследованию пробелов генетических данных Центральной Европы стало меньше. Результаты показали, что древние жители современной Швейцарии среднего и позднего неолита являются потомками западных охотников-собирателей и ранних земледельцев. Но после 2700 года до н.э. картина меняется и в генофонд европейцев добавляется степная родословная. При этом социальные и семейные структуры до и после появления в регионе степных предков не изменились. Мужчины оставались там, где родились, а женщины происходили из более отдаленных семей, что было подтверждено анализом стабильных изотопов. Помимо этого было выявлено несколько женщин без какой-либо примеси степных предков. А это указывает на то, что в Центральной Европе сохранялись популяции, которые не контактировали с носителями степной родословной даже через сотни лет после того, как она появилась в регионе. Но дальнейшее смешение с такими популяциями, вероятно, и привело к снижению степного компонента в генофонде Центральной Европы того времени. Но нельзя исключать и то, что эти женщины могли происходить из более отдаленных южных регионов, где продолжительное время сохранялись популяции без степной примеси. Как к примеру, у сардинцев эта примесь появляется только около 300 года н.э. А у некоторых жителей горных районов Сардинии и сейчас наблюдаются признаки преемственности с популяциями неолита. Помимо этого, генетическое сходство между жителями регионов Среднее Эль-Базаале в Германии и Шпрайтенбаха в Швейцарии, ассоциированными с культурой шнуровой керамики, предполагает, что этот комплекс был связан с относительно однородной генетической популяцией на значительной территории Центральной Европы. Также неудивительно, что сравнение древних образцов с современными швейцарцами указало на дополнительные изменения генофонда после среднего бронзового века. Ведь на популяцию за тысячи лет могли неоднократно влиять различные факторы. Не лишним будет вспомнить великое переселение народов с 4 по 7 век. А я на этом не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова